Я перехожу ко второй части моего видео, и сейчас я буду переносить рисунок на акварельную бумагу. Как я раньше уже говорила, это для меня новая бумага, бумага фирмы Кэнсон. До этого мне эта бумага не нравилась, и меня в магазине так убеждали, что это новая формула, что они не используют теперь желатин, что я решила купить и попробовать. Ну вот сейчас посмотрим. Я вот вам показала цену, верх ногами почему-то, 53 доллара, но на нее была 50% скидка, то есть эта бумага была в два раза дешевле. Это блок, и страницы склеены вместе, такой черной водонепроницаемой лентой. И каждый раз, чтобы открыть новую чистую страницу, надо срезать предыдущую. Вот сейчас я ее срезаю, и я использую в этот раз то, что было под рукой, это пилочка для ногтей. И эта пилочка немного бумагу поцарапала. Правда, оно как-то не повлияло, но все равно, если вы платите такие деньги за бумагу, то, конечно, надо выбирать что-то более нежное. Так, ну сейчас я начну переносить, и эту часть я вырежу, потому что это долго и нудно. Так, ну вот так вот выглядит рисунок. Конечно, карандашом я бы на этой бумаге без стирания, без использования резинки бы не смогла. Вот я начинаю сухой кисточкой, и это новая кисточка, которую я купила фирмы Рафаэль. Я про кисточки продолжу немножечко позже, а сейчас про бумагу. То есть, как определить, хорошая бумага или плохая. Во-первых, самое важное, как эта бумага ведет себя в мокром состоянии. Вот сейчас я как раз хочу это и проверить. То есть, я беру чистую кисточку и наношу воду вокруг своего предмета. То есть, я создаю негатив. И теперь в эту воду я просто макну кисточку с краской. И от того, как эта краска будет взаимодействовать с водой, уже все станет понятно. И вот сейчас наступает этот ответственный момент. Смотрите, какая прелесть. Не обманули. Бумага замечательная. Смотрите, как она себя ведет. Такое чувство, что краска рисует сама. Мне кисточкой даже и работать не надо. У меня такое ощущение, что эта бумага просто ждет моей следующей команды. И я ей сейчас немножечко помогу. И создам ручеек, куда можно перетекать дальше. Вот сейчас я перехожу на общий план. Немножечко сухой кисточкой. И теперь соединительный процесс. И маленькое касание к той луже. И все, краска пошла. И теперь за счет этого весь вот этот темный участок просветлеет. Потому что эта краска будет потихонечку распространяться и стекать. И у меня сейчас бумага находится в горизонтальном положении. Я вот сейчас решаю проблему, что делать с этим видео. Потому что видео получилось долгое, 28 минут. И сам вот этот процесс создания негатива забрал у меня где-то минут 10. А ютьюбовская статистика показывает, что в среднем люди смотрят 5-6 минут видео. А потом выключают. То есть, в принципе, это значит, что все, кто это видео смотрит, они вот на этом сейчас закончат. И до конца не досмотрят. И вот у меня вопрос теперь, для кого я снимаю это видео. Ну, кроме того, что это делаю для себя. Но также хочется, чтобы еще и люди посмотрели, и какую-то пользу это видео принесло. Когда я начала рисовать акварелью, то я быстро бросила в детстве и перешла на гуашь. И я, в принципе, в основном в художественной школе пользовалась гуашью и немножко маслом. Потом, когда я переехала в Америку уже, и это было 20 лет назад, мне было 29 лет, то, конечно, первое, что я сделала, я пошла в художественный магазин. И, кстати, у них в художественном магазине тогда было много русских товаров. И я купила себе набор ленинградской акварели, точно такой, который был у меня в детстве. Какую-то американскую кисточку, которая, кстати, оказалась очень хорошей и до сих пор у меня есть. И альбом бумаги Кэнсон. Потому что этот альбом стоил 10 долларов, а остальные были как-то подороже. Ну и я вот с этим набором записалась на курсы по акварели. И почему по акварели? Потому что мне не хотелось еще связываться с маслом. Масло было очень дорогое, оно и сейчас дорогое, и тогда было дорогое. И я вот пошла на курсы акварели. Ну и вот преподаватель там показывает какую-то технику, там что-то еще. У него получается, у других получается, а у меня не получается. Цвет получался некрасивый, грязный, хотя у меня были такие же цвета. Я использовала все, как преподаватель говорил. Болото какое-то. В общем, эта картина вся была непривлекательная. И он подошел, посмотрел на все это дело и сказал. Выбросите эту бумагу, купите себе бумагу фирмы Арчис. Она дорогая, но зато нервы будут в порядке. Будете делать все то же самое на бумаге Арчис, и у вас все получится. Ну так я и сделала. На следующее занятие я пришла с бумагой Арчис. То есть я пошла в магазин и купила этот дорогой альбом за 50 долларов. В нем было всего 20 листов. И сразу все получилось. И я вдруг резко поняла, почему у меня никогда не получалась акварель. Потому что у нас просто не было хорошей бумаги акварельной. Тот акварельный альбом, который в детстве я купила в наших канцелярских товарах, он просто для акварели не подходил. И вот сейчас, это я второй раз, 20 лет спустя, купила эту фирму Кэнсон. И, конечно, я в восторге, очень удивлена. Они поднялись в моих глазах, потому что я эту фирму всегда избегала. Даже когда у них хорошая акция была, и они эти альбомы продавали очень дешево, я их все равно не покупала. По психологии это послетравматический синдром, когда вы избегаете ту ситуацию, в которой у вас были какие-то неприятности. Вот так вот и я даже за бесплатно, или почти за бесплатно, эту бумагу не приобретала. И вот сейчас я как-то соблазнилась, решила отступиться от своих правил. И очень-очень довольная. Я вот закончила задним планом, и теперь перехожу на цветы. И первый цветок, который я закрашу, будет вот как раз на заднем плане. И я его сделаю таким темно-розовым. Я всегда стараюсь смешивать цвета в своей же старой палитре. Таким образом эти цвета как-то перемешиваются, и не будет такого ощущения, что вы как будто вырезаете и приклеиваете. То есть если вы будете использовать чистые цвета, то обычно такое ощущение коллажа создается. Поэтому я пытаюсь добавлять в каждый цвет то, что у меня на палитре. В принципе из-за этого я эту палитру и не мою никогда. Так, ну вот этот лепесток, сейчас у меня получается этот цветочек сильно живописный, так как он на заднем плане, мне надо, чтобы он был меньше привлекательный. Поэтому я эти белые места убираю. Теперь я перехожу на этот верхний цветок. Он у меня будет поярче, поэтому я добавлю более свежую розовую краску. Я употребляю слово розовый только потому, что я не знаю, как этот цвет по-русски. По-английски это называется маджента. Вообще подобрать хороший красный цвет или красный оттенок, это очень тяжело. Маджента, это краска нестабильная, она теряет цвет. Вот сейчас на видео такая яркий, красивый цвет, но когда высохнет, этот цвет потеряется, потусклеется и будет даже сероватый. Если употреблять кадмиум красный, то эта краска тяжелая и она так не растекается, не расплывается. И потом она, когда высыхает, она становится оранжеватая. Найти хороший красный цвет, это очень-очень тяжело. Видите, как красиво растекается по этой бумаге эта краска. Эти листики, они прям сами рисуются. У меня такое впечатление, что мне даже кисточка не нужна. Что оно как-то само как фокус получается. Дотронулся и все, и расплылось, и все получилось. Я хочу сказать, это все бумага. Никакого тут особого мастерства не надо. Вам просто нужна хорошая бумага и хорошие краски. Все остальное уже не так важно. Что мне еще нравится в этой бумаге, что она быстро сохнет. Потому что это видео сделано вживую. Здесь вырезания есть, но их очень мало. Только тогда, когда я там по какой-то причине долго замешиваю краску или не могу решить, каким цветом пользоваться. Те моменты я вырезала. Но так вот именно насчет бумаги, то я не ждала, что бумага высохла. Высыхает очень быстро. Буквально за 10 минут. А еще что мне понравилось, что когда я наношу большой слой воды, то эта бумага не коребится. Потому что во многих блоках, даже в блоках, все равно бумага начинает как-то изгинаться. И из-за этого создает такие места, где создаются неравномерные лужи. И из-за этого тон краски как бы меняется. То есть эта бумага этого не делает. Ну и пока я здесь продолжаю, эта работа для меня уже стала механической. То есть к бумаге я уже привыкла, к кисточкам привыкла. Теперь в принципе один и тот же процесс продолжается. Ну и пока вы наблюдаете, я отвечу на один вопрос. Вопрос, в каком возрасте надо или можно начинать учиться рисовать, учиться живописи. И ответ у меня простой в любом. Потому что моя мама начала в 60 лет. И вот сейчас я ей 71. У нее 11 лет стажа. 11 лет рисовать во взрослом возрасте, когда у вас уже развитое мышление и есть хороший жизненный опыт. Это громадное богатство. В Америке была когда-то одна старушка. Она, конечно, уже умерла. Она, кстати, умерла, по-моему, в 67 году. Это как раз год, когда я родилась. И она умерла что-то как в 104 года. Так вот, она начала рисовать в 74 года. И она стала очень знаменитой и очень быстро. И ее картины сейчас стоят громадные деньги. Мы говорим про миллионы. Есть люди, которые рисуют с детства и никогда не продвигаются и бросают. Бросают к 20 годам, к 25 годам. И на этом все заканчивается. Дело совсем не в возрасте. Да, вы, конечно, если вы хотите выучить какую-то технику, то, наверное, надо начать в молодые годы. Там лет в 20 хотя бы. Но дело все-таки не в технике. Я вот как-то здесь зашла в один магазин художественный, где продают картины. И там висела картина. Я сразу подумала, что копия Айвазовского. Я вот подошла, присмотрелась хорошо. Было написано, подписано по-английски «Юджин Горин». Ну, фамилия Горин, естественно, наша. Юджин – это, скорее всего, Евгений. Я подошла к продавцу. И эта картина стоила 1800 долларов. И я говорю, кто это такой? А он говорит, что этот художник был учеником Айвазовского. И это можно проверить. Можно в интернете выбить его имя и проверить. Он был учеником Айвазовского. И он потом переехал в Америку. И тут жил в Америку. Ну, естественно, он уже давно умер. Ну, и вот вопрос. Почему Айвазовского картины стоят миллионы, а этого Горина не стоит миллионы? И когда я задала этому продавцу этот ответ, а это не просто продавцы, они у них искусствоведы, они в этом понимают, ответ был очень простой. Потому что Айвазовский был первый. А всех, кто после Айвазовского, уже не важно. Просто не важно. Да, они хорошо рисуют. Да, у них техника. Да, похоже на Айвазовского. Но не Айвазовский. Главное, чтобы это был человек первый. Но это то же самое Шишкин. Сколько много хороших художников, которые замечательно рисуют лес. Так же, как и Шишкин. Но они не Шишкин, потому что они не первые. И вот в этом как раз вся проблема. Я знаю, что очень многие реалисты, наши реалисты, не любят Пикассо. По-английски говорят Пикассо. Я знаю, что у нас говорят Пикассо, но у меня уже привычка говорить Пикассо. Ну так вот, многие наши реалисты не любят Пикассо, Матисса, Ван Гога. Не любят почему? Потому что техника не показана, реализма нет. Для них это типа как извращение. Но дело в том, что они могут думать все, что хотят. Дело в том, что их картины, да, красивые. Да, они технически хорошо выполнены. Но они не первые. Они всего-навсего копии. Даже если эти копии были сделаны не из картин, но подражание стилю все равно копия. И из-за этого к ним такого интереса большого нет. Хотя, конечно, картины продаются, может быть, даже на жизнь хватает, но знаменитостей нет. И миллионов от этих картин тоже нет. И славы от этих картин тоже нет. А у Пикассо была, потому что он был первый. И у Ван Гога появилась слава. Он рисовал 10 лет, и он стал знаменитым, и на следующий день либо он сам застрелился, либо его кто-то застрелил. Тут сейчас какие-то документы находят, что вроде бы его кто-то застрелил. Но неважно. В принципе, за 10 лет самообучения он стал знаменитым. И я сейчас вернусь к рассуждениям о своей работе, потому что процесс продвинулся, и я уже работаю над зеленью, вернее, даже заканчиваю. И по какой-то причине, по неизвестной мне причине, мне не нравится зеленый цвет. Даже тяжело объяснить. Мне не нравятся яркие зеленые оттенки. Поэтому я, когда делаю зелень, я ее всегда приглушаю. В принципе, во всех моих работах, если вы пойдете на Flickr, и найдете Аксюша 2000, и посмотрите, вы увидите, что у меня зеленые оттенки, зеленые цвета, везде приглушенные. Я вообще-то люблю желтые, оранжевые цвета, и коричневые, и фиолетовые. У меня самая любимая комбинация цвета, это Burn Amber, жженая Умбр, и Dioxin Purple, диоксиновый фиолетовый цвет. И вот, когда смешиваешь эти цвета, получается очень красивые оттенки. Я как-то была на выставке Пола Сезана, это было где-то года два назад, и на этой выставке выставлялись его натюрморты, и его ландшафты, его этюды. И я вам хочу сказать, что его этюды были такие зеленые, что у меня разбегались глаза. У него, наверное, использованы все зеленые, которые только существовали в это время, и все такое было яркое, что мне на это было тяжело смотреть. Вообще, я Сезана люблю, мне очень нравятся его натюрморты. Когда смотришь в книжках на его этюды, то они вроде как не такие зеленые, даже тяжело объяснить. Когда в книжках, так оно вроде нормально, но когда я живьем увидела его картины, так меня в глазах аж закололо. Ну, теперь опять к моей картине, потому что я сейчас начала рисовать веточки, которые я раньше критиковала. Я не знаю, если вы смотрели это видео или нет, но я там немножечко как возмущалась, типа, для чего я эти веточки рисую. Но дело в том, что эта акварель так красиво разбегается на этой бумаге, что мне теперь все эти веточки очень нравятся. И я сначала, вы, наверное, заметили, тоненькой кисточкой создаю эту веточку просто водой, а потом прикосновением краски, и эта краска вся заполняет, и создается эта веточка сама собой. Но вот этот кусочек мне что-то не понравился, я решила здесь создать листик. Поэтому я сейчас его переделываю в листик. И в это время, когда я рисую эти веточки, эти палочки, я уже задумываюсь по поводу этого белого цветка. И почему я задумываюсь? Потому что в любой работе должно быть движение. То есть глаз должен как-то перемещаться. И это тяжело объяснить. Это как типа на чувственном уровне. И так как я смотрю на эту картину, то вот мое зрение перемещается. Сначала нижний цветок, потом посредине цветок, а потом бутончик. Если я вот этот сейчас средний белый цветочек, бутончик закрашу красным, сделаю в принципе такого же цвета, как и все эти другие, то потеряется это движение, потеряется баланс. Если я его сделаю желтым или оранжевым, то он выделится, и вообще тогда застопорится все движение. То есть мне его надо сделать каким-то оттенком, где он не будет выделяться. А это значит оттенком заднего плана. То есть он будет почти сливаться с задним планом. Ну и я пока вот эти веточки рисую, я конечно сама с собой по этому поводу рассуждаю, что я буду делать с этим бутончиком. Так, ну и вот сейчас опять фокус. Вот мне этот так процесс нравится дотронулся, и как оно все расплылось, и заполнило, и создало рисунок даже без вашего старания. Ну и пока я продолжаю работать над зеленью, уже добавляю кое-какие детали. Я, честно говоря, сейчас, когда смотрю видео, я не понимаю, зачем я эти детали добавляю. Мне кажется, оно и так было нормально. Своего рода эти детали начинают отвлекать. Но я хотела вернуться к своим рассуждениям о Ван Гоге. Я как-то была на выставке Ван Гога, и там было не сильно много картин, штук 12-13, может быть. Там были его цветы знаменитые, и была серия из «Лунных ночей» или «Звездные ночи», как оно называется. И я вам хочу сказать, в книгах вы не получаете то, что вы получаете от его картин живьем. Я не могла отойти. В прямом смысле слова, я когда подошла к этой картине «Звездные ночи», и я не могла даже двинуться, впечатление даже не описать. У него такие мазки, что по этим мазкам чувствуется его настроение, и даже чувствуется, что он думал в это время. Там есть мазки, которые явно раздраженные, там есть мазки, которые явно наносились долго и планомерно, и с задумчивостью. Там были мазки, которые явно злость, и там было видно его мучение. У него очень много краски нанесено, а вы знаете, когда вы рисуете масло, если это идет послойное, и он рисовал за один день 2-3 картины, то есть это значит, он 3-4 часа заканчивал картину. Получается много слоев свежей краски, и потом эта краска начинает не прилипать. Или наоборот, кисточка даже отбирает мазки, которые вы раньше поместили. И вот вы когда на эту картину смотрите, вы видите его недоумение, и вы видите, как он мучился с этим. И когда он уже эти звезды ставил, так прямо видно, как этот тюбик был вжат в этот канвас, и выдавленная вот эта краска из тюбика прямо вот этим клочком. И это создает такое впечатление, что его даже тяжело описать. Я вам честно скажу, если бы это была гладенькая, красивая, реалистичная картина, она бы на меня этого впечатления не провела. Мне бы этого впечатления не дала. Поэтому, конечно, когда критикуют всех этих художников, как Ван Гога, я считаю, что это делают люди, у которых почему-то нет чувств, почему-то они не пробуждаются у них, когда они смотрят на человеческие мучения, понимая, что этот человек над этим работал, стоял, понимаете, даже сам факт, что кто-то мог взять канвас большого размера и за два часа на нем нарисовать картину, сам этот факт уже выдающийся. И поэтому я, например, любых художников уважаю, даже Джорджа Буша. Я не знаю, знаете вы или нет, но этот американский бывший президент, он когда перестал быть президентом, вышел на пенсию, начал рисовать. И рисует не просто лишь бы что, а маслом портреты. Он нарисовал 50 портретов разных знаменитостей, и он сказал, что он использовал фотографии из интернета, и в его библиотеке была большая выставка. Его невероятно критиковали, его даже, как сказать, плохими словами называли, что он не знает, что он делает. Мне, честно говоря, все его портреты понравились. Пусть они технически не такие, пусть там где-то пропорции не такие, да какая разница? Человек чем-то занялся, ему это приносит удовольствие, он каждый день рисует, он это полотно покрывает за один день. Ну, представьте, человек никогда не рисовал, потом с бухты барахты взял холст краски и начал рисовать, и каждый день по одной картине. Разве это не замечательно? Конечно, замечательно. Я пока рассказывала историю про Ван Гога и Буша, не обратила внимания, что я уже перешла на голубой цвет, и об этом голубом я хочу отдельно рассказать. Я смешиваю обычно два голубых цвета. Один называется Surilian Blue, а второй называется Ultramarine Blue. Но с Ultramarine вы, наверное, знакомы, а вот Surilian Blue я даже не знаю, как он по-русски. Это светлый голубой, он очень прилипающий к бумаге, то есть вы когда им нарисовали, то уже потом это не стереть. Эта краска тяжелая, она плохо расплывается. Ultramarine наоборот, эта краска неустойчивая, меняет цвет, легко расплывается, легко стирается. По этому поводу я их часто смешиваю вместе, потому что Surilian Blue цвет не меняет, Ultramarine цвет поменяет, но в целом оно как-то где-то посредине у меня получится. И при всем этом в маленьких деталях мне не надо, чтобы сильно краска размывалась, мне не надо, чтобы краска текла, поэтому я употребляю оба этих цвета. Но вот сейчас я работаю над этим белым цветком, потому что я пытаюсь его сделать по тону такой же, как задний план, но все-таки, чтобы это все еще был цветок и было видно. Ну и теперь я перехожу к деталям. И вот здесь на этих деталях я вам хочу сказать, выявляется сущность этих кисточек, потому что кисточка маленькая, и кажется, у нее хороший остричок, хороший кончик, но хорошей линии не получается. И я поняла, что эта кисточка, она на глаз острая, но когда в ней краска, то она немножечко как набухает, растопыривается, и этот кончик не держится, и он просто напухает. И поэтому вот эти все линии, где мне бы хотелось, чтобы они были очень тоненькие, они получаются толстые. То есть вот это у этой кисточки минус. Если вы пользуетесь хорошей кисточкой из белки, самая лучшая кисточка, это из сибирских белок, из русских сибирских белок, то даже у толстой кисточки все равно остается очень хороший красивый кончик, которым можно прорабатывать много деталей. Ну, опять же, сейчас, когда я смотрю на это видео, и оно вроде как ничего, но я считаю, что эти детали не нужны. Мне кажется, что если бы я оставилась без деталей, то оно было бы даже больше интересное. Но в тот момент у меня такие были мысли, мне хотелось, чтобы какие-то четкие линии были, поэтому я эти четкие линии и рисовала. В следующем видео я постараюсь как-то больше расслабиться и меньше создавать вот эти формы и больше как-то концентрироваться на акварельности. Моя работа подходит к концу, и я хочу подвести кое-какой итог. Ну, о кисточках. Мне нравится то, что эти кисточки маленькие, и они легко войдут в мой набор для путешествий. Но их продажная цена была 10 долларов за кисточку. То есть я заплатила дешевле, но в принципе в магазине они по 10 долларов за кисточку. Я вам хочу сказать, что у меня есть кисточки, которые я купила по одному доллару, и они не хуже, и эту же работу прекрасно выполняют. Минус у этой кисточки то, что нет этого хорошего кончика, и тоненькие полосочки не получаются. В принципе, опять же, кисточки неплохие. Я не хочу обижать эту фирму. Это не самые хужие кисточки, которыми я когда-либо пользовалась. Но на 10 долларов они не тянут. Если бы они были доллара 3, то нормально было бы. Так, бумага. Бумага была в продаже, я уже не помню, 53 доллара или 57 долларов. Стоит этих денег, даже если без скидки. Я вам хочу сказать, если бы я заплатила эти деньги, я бы не пожалела. Вот сейчас вы видите работу в сухом виде, и я встала, дала глазам отдохнуть, прошлась, вернулась через 10 минут. И вот мне не нравится, что вот эти цветочки сильно яркие. И вот сейчас я буду их размывать, чтобы они были не такие яркие. Вот здесь пригодилась вот эта смесь двух голубых, потому что, если бы я сделала только светлым голубым, то они бы уже такие остались. Вот так как у меня там еще был ультрамарин, то мне можно его размыть. И вот я сейчас этим занимаюсь. В целом у меня ушло на акварельную часть этой работы 50 минут. И я вам хочу сказать, что эти 50 минут были громадное удовольствие. Я с удовольствием рисовала на этой бумаге и с каждым мазком восхищалась все больше и больше. И уже планировала все, что я могу на этой бумаге сделать. И даже уже запланировала купить себе большие листы бумаги, чтобы попробовать. Спасибо, что вы досмотрели это видео. Я понимаю, что это видео было очень длинное. И если бы я постоянно разговаривала, говорила только о том, что я делаю на этом видео, то это было бы очень нудно. Поэтому я позволила себе рассуждать на разные темы. На разные темы, которые для меня, например, интересны. Я надеюсь, что они были интересны еще для кого-то.